друзья мои привет всем продолжаю рекомендовать вина для тех кто вина не пьет вот согласитесь среди ваших знакомых тоже есть люди которые говорят ну как вы можете пить эту кислятину тоже не вкусно это горько терпко то есть типа не пьем я начинаю спрашивать но не все вина терпкие кислые да есть достаточно сладкие и полусладкие особо ароматные выдержанные крепленные десертные есть огромное количество вин ой а что это такое да ну это ерунда когда я вспоминаю слово название вин портвейн порта вот людей моего поколения да то есть взрослых людей скажу так мягко сразу ассоциации советским портвейном там типа три семерки агдам как вы можете пить это черноху фу 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 да нет это дорогущие вино кстати вот поставлю сейчас фотографии вот три портвейна которые продаются у нас фирменном магазине ливик бутылку стоит больше чем 1000 евро это порта отдельная будет история как-нибудь расскажу про порта, но сегодня опять продолжу рассказывать о хересе. Помните, я уже делал некий обзор вина Нектар, вот этого же винодела, который называется Гонсалес Биас, который, между прочим, производит вино с 1847 года. Вот мы уже делали обзор на вино этого производителя, который называется Нектар, из винограда, сорта винограда Петро Химерис. Тягучая, душистая, сладкая, вот я называю эти вина поплямкать. Вот у меня молодые мои студенты говорят, вы как-то говорите на каком-то непонятном нам языке, я не замечаю этого, я говорю, как нормальный язык, нет, он такой, не называют это старославянский, но типа вот древний язык книжный, типа вот слишком правильно, мы уже таких слов не произносим, поэтому я вот решил усугубить эту ситуацию и ввожу, я не знаю, в моем детстве это понятие было, да, поплямкать, то есть плямкать, наслаждаться, вот поэтому я решил, что буду называть эти вина поплямкать. Значит, пробуем. Опять же, я вот так как у меня была дегустация у студентов, то есть я его уже открыл, но вот себе сохранил. Так, прежде всего, я вам сказал, существуют наши разные магазины, я в частности рекомендовал Супералка в порту, и там уже долгое-долгое время проходит акция на вина вот этого производителя, да, если вы сфотографируете и посмотрите в Вивина, средняя цена по Европе будет где-то там 19-20 евро за бутылку. У нас в Эстонии при наших акцизах, при всех-всех-всех, значит, у нас стоит 13,50. Причем вся линейка. Линейка хересов – это хересные дрожжи, это белое вино, которое, в котором возникает, значит, пленка хереса, флёр, который дает особую ароматику. Опять же, отдельная-отдельная история уже рассказывал, буду рассказывать отдельного производства хереса. Но там линейка вот фенол – это самый сухой, в нашем простонародном понимании, самый кислый, но душистый, зеленое яблоко, такой ароматный херес – это фенол, как раз вот там, где появляется эта пленка. И все остальное, как бы, это хересы уже с остаточным сахаром. И, как бы, вторая, крайняя категория – это тот самый нектар, который мы с вами пробовали. Ну, он очень сладкий, но он очень приятный, он дымный, вот просто супер, да? А все остальное, вот там существует Кристина, опять же, смотрите за картинками. И вот решили, что давайте попробуем крем. В категории хересов крем, понятие крем встречается довольно часто. Это, опять же, не максимальное, это такое среднее содержание остаточного сахара. И это уже не педорхимерис, сорт винограда, а паламино. То есть классический сорт винограда для хереса. Ну, вот, сам себя периодически сдерживаю. Что говорить-то, пробовать надо. Ну, опять вот ввожу, вспоминаю, это прекрасные слова. Кишмиш, изюм, курага. Правда, вот, финики. То есть, такое вот сладкие сухофрукты. Сухофрукты, Азия, Восток, аромат. Здесь есть нотки вот всего-всего, но здесь уже нет вот этой копчености и нет дымности. Ну, и по, как бы, составу, естественно, он немножко жиже, чем нектар. Хотя, вот, если вот вы посмотрите на, как бы, ножки, да, то есть они такие густые, тягучие, медленно стекающие. То есть, опять же, здесь, учитывая, что херес у нас скрепленное вино, значит, 18, да, 18 градусов. Классический херес. Солера, 1847 год. Значит, солера – это некий способ хранения хереса. Это помещение, как правило, в металлической оболочке большие, ангары, склады с металлической поверхностью, в которых хранятся бочки в несколько рядов. И вот холодно, жарко, то есть там достаточно большая температура, происходит некая такая выдержка вина в таких условиях. И вот эти слои, чтобы стандарт качества всегда был одинаковый, с верхнего слоя перебливают в средний, со среднего в нижний. Это постоянно меняется, и тогда получается вот такое некое постоянное качество и обалденный вкус выдержанного хереса. Пробуем. Ну вот он уже, знаете, такой не сильно сладкий, понятно. У него уже есть некая такая легкая кислинка. Я вот сейчас заметил какой-то такой вкус чая, сладкого чая. Сладкого холодного чая такого, с большим задержанием сахара. Какая-то, не знаю, карамелька. Ну, опять же, да, я обещал вам не грузить своим опытом вкусов и ароматов. Вот пробуйте его вы. То есть, опять же, для тех, кто жаловался в первом варианте, в варианте нектара. Вот это тягучее, точе сладкое, типа больше глотка не выпьешь. Во-первых, больше не надо. Вот это коньячная классическая правильная рюмочка дегустационная. Вот вечерком, опять же, под сериальчик, под хорошую, кстати, под сигару в том числе. То есть, вот некий такой десерт, когда хочется чего-то вот такого вкусненького. Вот это вкусненькое. Еще раз, прекрасный аромат, прекрасный вкус. Искренне, искренне вам рекомендую. Если у вас есть такая финансовая временная возможность, вот сходите в этот. Может, они есть у других, супералка тоже. Но я его брал в порту. Вот там есть линейка этого производителя. Еще раз, значит, Гонсалис Биас. Известный, хороший производитель. Очень много информации найдете о нем в фейсбуке и в интернете. Много есть всего. И попробуйте купить вот эту линейку. Значит, первая там, по-моему, Кристина, Солера и Нектар. Вот как минимум три. И просто у вас будет возможность, когда они все три вместе, вы будете пробовать разные. И вы для себя определите, по какому случаю, какое вино вам больше нравится. Вот сегодня мне не хочется сладкого. Я пью немножко такое менее сладкое, среднее, большее. Ну и, конечно, начинайте с вино, чтобы вы представляли себе херес. Еще раз возвращаюсь к вопросу о том, зачем я все это затеял. Устал и много слышал информации о том, что вот, нет, мы пьем. Водку, мы пьем виски, мы пьем коньяк. А вино вот как-то не наше. Еще раз хочу сказать, что вино бывает разное. Если вам не нравятся сухие кислотные вина, есть другая альтернатива. Есть огромное количество, опять же, хересов. Есть огромное количество портова. Есть Мадейра. Есть, я не знаю, там другие креплетные десертные вина. Там, кстати, сейчас тоже идет очень хорошая цена на такайское вино. И выйдет уже на эти путоны, там до пяти путонов. То есть, очень сладкое. Значит, есть какие-то рислинги, которые Барен Аузе. То есть, Трокенберри на Аузе, да, это как бы время сбора, ягодное сбора рислинга в Германии. То есть, там маленькие бутылочки стоят они у нас прилично. Айсвайна я не нашел. То есть, я про то, что они сладкие. Даже тот же рислинг-кабинет, он же немножко слаще. Аузе еще слаще. Я про то, что не надо отказываться. Я вина не пью. Все, типа, сбываем. Просто вы не нашли то вино, которое вам нравится. Вина бывает не только сухие, не только кислотные. Бывают очень хорошие, бывают очень сладкие, которые даже люди жалуются. Говорят, фу, сладко. Вот что-то нейтральное. То есть, ароматное, приятное. Здесь, кстати, появилась, сейчас она постояла. Вот та самая сигарная коробка. Хумидор. То есть, коробка из-под сигар. Какая-то такая старая кожа. Такой благородный, хороший напиток. Некрепкий, но в том числе не кислотный, не сухой. Рекомендую еще раз. Пробуйте, сходите, открывайте для себя хорошие вина. Всем здоровья.